Человек-морковь, часть 2. Автор Бетард 671. Если вы не слушали первую часть, то рекомендую перейти по ссылочке в описании. Глава 1. Потасовка. Придя в школу, Максима ждали неприятности. Трое гопников резко перегородили путь в класс и один нанес удар под дых. Пацан согнулся и упал на колени, после чего самый борзый Лысый сказал, «Ты думаешь, вчера все закончилось? Ты такой типа упал, и мы забыли про то, что ты лезешь не в свои дела? А ну, пацаны, потащили его на улицу». На мажоренное бодлицо вышвырнуло согнутое тело из здания и там дружно начало пинать, нанося болезненные удары в области почек и живота. Лысый снова понтанулся. «Мы можем избить тебя до полусмерти, и нам за это ничего не будет. Полиция и суды будут на нашей стороне». Макс, истекающий кровью, перевернулся на живот. Сквозь его одежду полезли тонкие корешки, которые все глубже и глубже проникали в землю. Прилив сил не заставил долго ждать, и рассеченные раны синяками стали быстро проходить. Хорошо, что на нем была одежда, ведь свидетели никому не нужны. Еще секунду, и корни из земли впились в подошву обидчиков, не давая им бы шевелиться. На кулаках парня образовались плотные тяжелые наросты, которые можно было сравнить с кастетом. «Да, сука, да», – подумал Максим и нанес прямой удар в нос самого крупного. Послышался громкий хруст сломанного хряща, и бугай упал на землю, ударившись затылком о камень. Следующие два удара были нанесены по такому же принципу, и оставшиеся потцы повалились как кегли после точного удара. Увидев, как вокруг них столпилась вся школа, Макс натянул рукава свитера посильнее, чтобы скрыть кулаки, и побрел обратно на урок, как ни в чем не бывало. Прозвенел звонок, ученики сели по своим местам. Преподаватель, как всегда, зашел в класс, не обращая внимания ни на кого. Казалось, он смотрит куда-то вдаль, в пустоту, изредка обращая внимание на тех, кто его слушал. Максим же сидел на задней парте и думал о своем, пялись в окно. Где-то там вдали он видел место, где проходила схватка, и засохшая кровь на земле все еще напоминала о случившемся. Чуть позже на подоконнике он заметил красивый цветок, который очень приятно пах. Его лепестки дрожали на сквозняке и будто бы просили пригреть. Растение показалось настолько будоражащим, что из руки парня полезло что-то похожее на лиану, и на конце лианы тоже был цветок. Он соприкоснулся своим бутоном о чужой, пестиком в тычинку, тычинкой в пестик. Повторяющиеся движения зациклились. Парень закатил глаза и открыл рот, будто бы в каком-то хентайе. В этот момент в голове проскользнула мысль – тян не нужны. И пацан заржал вслух. Весь класс обернулся на него, но, к счастью, лиана уже была спрятана. Глава вторая. По пути домой. Максим поздно возвращался домой со школы. На часах показывало шесть вечера, и на улице было темно. Его задержали из-за потасовки с гопниками, и хотя те ушли по своим делам, забив на директора, отдуваться пришлось именно ему. В итоге получилось так, что виноватым и одновременно зачинщиком оказался он, а трое бутлонов превратились в жертву. Замечательное правосудие работает таким образом уже с ранних лет, подумал братишка. Пацан шел по дороге, пялись в телефон, пересматривая видео на ютубе, где он вырубил троих. Ему одновременно было приятно из-за победы, и страшно из-за того, что кто-то мог увидеть то, чем он стал. Попутно в голову лезли мысли о Насте и о том, почему она убежала. «Зачем она это сделала? Я же пытался заступиться за нее, пока другие стояли и молчали в стороне. Неужто все идет по сценарию из мультфильма, где Шипокляк говорила, что хорошими делами прославиться нельзя, и какой тогда смысл что-либо делать, если в ответ ты даже не получишь банального спасибо?» Внезапно Макса толкнули в спину. Упав на землю, повернув голову, он разглядел лицо. Это был Лысый. «В прошлый раз тебе и повезло, повезло в последний раз, фрик!» Раздался выстрел. Потом второй и третий. Пули пронзили Максима насквозь. Одна попала в живот, вторая в сердце, третья в голову. Человек-морковь. Конец второй части.